Всем привет, меня зовут Макс, это Ленивый канал. Большое спасибо всем за поздравления с 1000 подписчиков. Я надеюсь, что мой канал будет расти дальше, но пока мы продолжим заниматься более простыми видосами в Спрокет. Мало кто из вас вообще мог догадаться о том, что я буду пилить сегодня, некоторые были близки, но первую стадию, насколько я помню, не угадал никто. Я хочу сказать отдельное спасибо перед строительством человеку, кто сказал, что в геймплее можно увеличить бюджет. Благодаря этому вы увидите многие противостояния и вообще бои в миссиях станут куда как сочнее и массовее. Ну а сегодня мы строим Центурион. Вы спросите, зачем Центурион? Почему? Ну ребят, ладно, вот вторую стадию угадали уже многие. Центурион это предшественник FW-хи. FW-4005, та самая бабака со 183-мм пушкой. Именно её я буду строить следующей. Да, но чтобы её нормально построить, нам лучше бы иметь шасси Центуриона, чтобы потом впоследствии можно было строить и другие машины на его базе. Именно поэтому, к слову, я уделил куда как больше внимания корпусу, чем башне. Хотя, честно скажу, я недоволен ни корпусом, ни башней. Получилось так себе. Схемы на Центурион весьма кривые. Целая куча геморроя с переводом сантиметров в футы. Сантиметровые схемы оказываются кривыми, с неправильными числами. И в целом Цент не самый мой любимый танк, но я надеюсь, что вам понравится итоговый результат. Ну да, в чём прикол Центуриона? По факту, это средний танк, в лобовой проекции которого броня равна тяжёлой. Откровенно скажем, это английский взгляд на концепцию Пантеры, ну и на то, что в итоге станет основным боевым танком. То есть танк, имеющий бронирование местами, сравнимое с тяжёлым, но при этом это бронирование куда как слабее по бортам, и в целом танк достаточно подвижен. Центурион это предшественник всего того, что стало основным и свойственным именно до британского танкостроения в будущем. Именно на базе идей этой машины базируются Чифтейны и даже Челленджер 2. Как бы вам странно это ни звучало, но да, в принципе, внезапно, но англичане достаточно консервативны. В случае со Спроки, там же Центурион будет весьма специфичным танком. Да, как видите, здесь я обратил внимание на модель от создателя. Он тут вообще со 105-мм пушкой, я же делаю более раннюю версию. Да, моя версия будет не до конца похожа, но как мне показалось в итоге, ну... Все-таки чем-то напоминает. Я даже знаю чем, но... Дело в том, что в Спроките броня Центуриона недостаточно даже для карты поля. Почему? Ну, потому что броня бортов у него совсем смешная, и, учитывая отсутствие экранов, как таковых в Спрокет, неудивительно, что именно Центурион ломается очень быстро. Вы не представляете, как я матерился делая этот танк, ведь у меня была схема, я пытался по ней сделать, но, откровенно скажем, так получалось не очень. И у меня просто нет вариантов, как это сделать лучше. Точнее, есть, но это реально очень долго. У меня не всегда есть время на то, чтобы делать настолько долгие видео. Поэтому довольствуемся тем, чем есть. В целом, Цент относительно подвижный, относительно мощный, относительно бронированный танк, целая куча уязвимостей. Я искренне не знаю, что можно в нем улучшить. Нет, понятно, что можно апнуть броню, это естественно, тем более, что свободного места много. Но будет ли это то, что нам надо? Поможет ли это? Реально поможет ли? Я думаю, нет. С другой стороны, на Центурион идеально подходят экраны. Что удивительно. Что же касательно всего остального? Ну, в первую очередь, конечно же, у нас не получится сделать, как всегда, заднюю настройку. Я сделал ее немножко по-другому. Не так, как это было у создателей игрушки. Но, на мой взгляд, получилось даже лучше. Потому что корма Центуриона, ну, мне, по крайней мере, больше напоминает то, что сделал именно я. Местами, конечно же, не во всем. Ну... Ему же придется столкнуться с весьма специфичными танками. Дело в том, что многие сценарии в Спрокет уже изменились. Туда добавили новые машины. Некоторые из них, допустим, на полях очень и очень неприятные. Это достаточно серьезные танки, которые имеют к тому же... Внезапно хорошее пробитие. Слабую броню. То есть, по сути, в миссиях появились противотанковые установки. Что весьма печально. Ну и да, с другой стороны, при 200% бюджете появилось возможность использовать стальных гигантов типа Мауса. И заранее могу сказать, Пока что на полях нет никого, кто может адекватно бороться с Маусом. Удивительное дело. Возможно, потом я вам покажу это. Самое пока что классное, в связи с новым обновлением, то, что я вам со временем тоже продемонстрирую, это карта ЖД пути, где теперь, заспавнив серьезное количество средних легких танков, вы получите просто огромную армаду из 16 машин, которые плотным строем будут атаковать противника. Это выглядит реально классно. Выглядит замечательно. Но тем временем, цент уже почти готов. Да, он не самый аутентичный. Да, есть проблемы. Да, сейчас мы занимаемся бронированием. Бронирование тут вообще сложно. И реализовать бронирование цента из реальности, ну прямо скажем так, задача не из простых. При этом не стоит забывать, что цент имеет абсолютно никакую броню бортов. По идее, должны спасти экраны, но в игре они не активны. Можно было бы нарастить, но я не стал наращивать. Вот мы уже почти готовы к бою. Осталась покраска. Тут она простая. На тот момент я еще не поставил сюда наклейку британских ВС, которая наконец-то появилась в игре. Ну и в немаловажности нам нужно забронировать маску пушки. Да, вот маска у Центуриона была серьезная. Пробить цент в маску было реально сложно. Но мы не забываем, что остальная броня у цента это просто смешно. Нам потребовалось расширить башню, потому что в связи с изменениями модели игры между тем, как я выпустил это видео, между тем, как я записывал вторую его часть, вышедшие изменения не позволили мне оставить старую пушку в неизменном виде. Более того, по-хорошему мне теперь не нужен дульный тормоз, ну точнее этот вот набалдашник, но для красоты я его оставлю, тем более в реальности на этой пушке он был. Ну а так, Центурион фактически готов. Остался последний маленький штрешок, и мы уже можем отправляться в бой. Как видите, я достаточно долго проверяю остаточные моменты, потому что, ну, я понимаю, что у цента мало шансов, особенно в бюджете в 200%, но мои проверки мало что могут здесь дать. Все-таки, ну, я лишь вспомнил, что я не забронировал дополнительно борт, но это настолько ничтожная броня, что под любым серьезным углом борт все равно будет пробиваться. Осталось немножечко расширить башню, благо тут расширение очень небольшое, ничего проблемного в этом нет, и у нас три машины внезапно, а не четыре. И это грустно. Нам нужно уменьшить все это дело так, чтобы при этом у нас сохранилось четыре машины, а не три. И у меня это получается. Как вы видите, широкая башня лучше, чем длинная по металлозатратам. Ну что ж, отправляемся в бой. У нас четыре центуриона. И казалось бы, это неплохо. Но, заранее скажу, центурионы имеют не только бортовую уязвимость, некоторые машины на этом сценарии теперь успешно пробивают его даже в лоб. Хотя, казалось бы, там серьезная броня. Как видите, пошло неплохо. Первые противники умирают. Но мы тоже, к сожалению, умираем. Причем умираем весьма активно. А самое забавное, что теперь в сценарии на полях появились не типа центурионы, а нормальные центурионы. И нормальные центурионы в значении этой игры, насколько я знаю, это 105-мм пушка L7. Пусть даже несколько уменьшенная и ухудшенная. Но, как можете понять, 105-мм L7 это вам не шутка. Это серьезная, мощная машина. Ну, серьезная, мощная пушка. Все-таки L7 это пушка, которая используется до сих пор. Если вы не знали, многие натовские танки, ну, к примеру, Леопард-1, до сих пор используют L7. А ведь это орудие уже настолько старое, что местами, ну... В общем, все вопли о том, что только, допустим, российская-советская армия использует всякое старье, хотя, как раз таки, это не совсем правда. Несколько преувеличены. Ну, да ладно, не будем сейчас о политике, не будем сейчас о современных войсках, поговорим о том, что происходит в бою. А в бою происходит натуральное вакханалие. Вы спросите, почему? Да все элементарно. К сожалению, несмотря на мое желание выиграть в этом бою, которое, естественно, достаточно велико, у меня два обездвиженных центуриона. Мой и центурион, собственно, бота. И проблема в том, что не мой центурион, ни центурион бота двигаться не может. И нам надо как-то найти последние танки противника. Некоторые из них на нас выезжают, и мы их, естественно, уничтожаем, но другие никуда не выезжают, они остаются на месте. Ну, из-за некоторых нюансов с ИИ. Поэтому дальнейшее сражение, по сути, не имеет смысла. Мы будем отстреливать то, что у нас доехало. Но если допустить, что где-то за пригорком стоит танк со стрельной гусеницей, такое может быть. Вы спросите, как? Да, элементарно. Снаряды, видите, имеют весьма высокую траекторию полета. Поэтому один из снарядов, который был запущен в район, допустим, холмов, мог перелететь и попасть в гусеницу. Это очень маловероятно, но шансы есть. И, скорее всего, именно они и имели место быть, эти шансы. Потому что после того, как некоторое время мы подстреливали, противник исчез. Более того, я скажу, что после завершения этого видео оно завершится очень скоро. Я некоторое время еще подождал. Подождал серьезно для того, чтобы понять, вдруг все-таки у нас кто-то выйдет. Можно будет потом ускорить. Но нет. В общем, на этом бой фактически закончен. Пишите, что вы хотите в новых видосах, но учтите, очередь танков огромная. Мне еще очень много надо делать. На все у меня есть времени, на все у меня есть даже желание. Некоторые танки я прям сам хочу сделать, а некоторые танки игра пока не позволяет сделать. Так что я надеюсь, что я буду удовлетворять ваши запросы. как можно быстрее, но как получится. Ну а с вами был Макс, до встречи в новых видео. Пока.